Ну что, посмотрим первое пистолеточка. Чем нас порадуют французы, все-таки атакующие. Тяжело здесь придется парням, не их пик и сторона атаки все-таки. Дэвид Пи, большой вопрос, чем же он заберется? Что же он себе закупит? Нет у всех пятерых игроков атаки кевлары за 650 баксов, даже у десятерых игроков. Вообще у всех только кевлары за 650 баксов. Один такой у Хаджи, но много погоды здесь не сотворит. Проход через улицу у нас тем временем от ранг-с. Аманек тут вроде как просто пронесся по голове той, но в итоге уже пробирается практически в девятку. И в принципе и он здесь занимается, здесь экзистен, столько поднялся, уже получил в голову. В итоге минус, минус еще и по мисту. В итоге 2 в 5, есть минус от маньяка по Аманеку, минус от Хаджи. Маньяк последний, один в 4. Обалдеть, быстрый выход от команды ранг-с, решил исход пистолетки. Аманек заработал великолепное превосходство для своих французских коллег. Так и Хаджи таки сумел закрыть последнего живого игрока команды LDL-C. 1-0, ранг-с пока впереди. Ну, форсбай давайте-ка мы еще переживем, еще очень внимательно и пристально за ним будем следить. Но то, что сделали игроки ранг-с, это просто, конечно, ну, непостижимо. Быстро прошли, быстро реализовали, быстро победили. Я, если честно, не понял, что было в защите у LDL-C в предыдущем раунде. Но на улице, я так понимаю, был один игрок, который по таймингу уже не успевал. И второй игрок, который пришел в девятку, это Экзистенс, уже словил тайминг. И его противник уже находился в позиции. Так что, в принципе, все закончилось фатально для LDL-C. Но теперь оформляют они энтри-фраг по Давиду Вику. В итоге есть еще и размен на улице, стрельба дальше. Все еще три в три. Ситуация равная на карте. Но при этом Хаджи немножко по хп-то просел. Ну, Диглс и берет все-таки господин Алекс. Пытается стрелять через улицу. Толнул очень точный выстрел. Все-таки не зря он отрабатывает, так сказать, роль снайпера в команде LDL-C. Хорошие новости, что не подпустили пока ни одного игрока защиты за, так сказать, девайсом игроков атаки. По-моему, не двигается у нас вообще игрок по номерам 4 Хаджи. Такое ощущение, как будто он мертв. Нет, все-все-все, нормально. Тоже боялся. Заглючил там что-то, не дай бог. Это как люди, которые неожиданно могут впасть в кома, но при этом их тело живет? Не знаю, наверное. Всякое может быть. Он просто упулился в одну позицию, вообще не двигался. Я такого редко наблюдаю. 30 секунд до конца практически остается. По-моему, укрепили плент А пока что. Двое игроков команды LDL-C. Третий где-то под B. Может быть, Vent Room что-нибудь в этом духе. Ну, вроде как под девятку они продвигаются. Правда, проблема в таймингах, потому что 24 секунды до конца раунда. И нужно уже все-таки принимать какое-то решение. Выходит через девятку. Здесь Аманек, правда, должен был по сути... Ну, да, Тойно один минус делает. Но Аманек остается один-два. 14 секунд до конца раунда. В итоге будет пытаться поставить бомбу. Но здесь есть игрок в сайте, которого он, в принципе, видел. Второй уже пришел к нему на халпу с бомбой в руках. Восемь секунд. В итоге постановка бомбы. 11 хп у него остается. Здесь Аманек, возможно, сейчас додавит. Да, все-таки получается. Вот то, о чем я и говорил. Force Buy Round надо было ждать. LDL-C зарабатывают. Такий первый раунд для себя. Сейвит АК-47. Обезвреживают бомбу, получая 3500 вместо 300... О, господи. 3500 вместо 3250 баксов. И экономически себя немножечко лучше, конечно, парни чувствуют сейчас за команду защиты. Что ж, Брау, ну так или иначе у команды РАНК-С тоже по экономике все достаточно интересно. И это противостояние будет веселое, а ВП у Тол на руках. Да, я только хотел об этом сказать. Но, причем, заметь, на карте ДКэш, если не ошибаюсь, LDL-C, а ВП не покупали, даже несмотря на то, что у них были деньги в защите. Ну, а здесь, видимо, улицу очень-очень тяжело держать для них без снайперской винтовки. В принципе, да, почему нету. Одно, меня немножко смущает, что у снайпера нету Кевлара. Хотя, кстати говоря, на карте ДКэш я почему-то, не знаю, мне все тянет туда вернуться. Если бы, в принципе, АВП играл на центре, а РАНК-С в большинстве случаев играли на центре, то, в принципе, если бы энтрифраг был от снайпера, то, возможно, исход бы карты бы изменился. Ну да ладно, у нас карта ДНЁК и, в принципе, здесь новая борьба. Ну, достаточно стандартная пытка пройти через улицу, раскидали дым, все как надо. Ответка от LDL-C не заставила себя долго ждать. Опять-таки, коктейль Молотова тут же закрылся Толну, если не ошибаюсь, нет, Мисту. Закрылся дымом, на всякий случай ушел на лестницу, и вопрос в количестве нубист, которые он сейчас заработает. Вот сейчас бы ХАЕшку какую-нибудь по таймингу откинуть или Молотов что-то, ну, нет, ничего, к сожалению. Поэтому попытка играть на стрельбу, но ловит хэдшот, он здесь от Хаджи, и в итоге вся команда атаки прорвала. Ой-ой-ой, какие мувы, а тут выход до точку А, но здесь большинство игроков за команд защиты, это совершенно неправильное решение, казалось бы, но, тем не менее, два в два размены в точке. Большинство команды атаки выходит с девятки, экзистент, забирает бомб-керри, там еще красный есть. Игрок атаки, пытается нажать третьего, буквально патрона дотомедовика, дотомедовика. Нет, все-таки тиммейт помогает, уже это второй ран для LDLC, ну, какие-то странные мувы, честно. Они были абсолютно вот нечитаемые, скажем так, не подозревали, наверное, даже сами игроки ранг С, что сейчас в апы бегут. Ну, вот все, просто кричал, вы минус дали, без какого бы то ни было. Господи, как сказать, без какой-либо передышки. Да нет, не без передышки, а, так сказать, взамен минус-то не получили. Бегите, Б, все, да, ну, без размены. Заезжено как-то. ДВДУК сбирает Толну, и пока опен-то неплохой. Ничего страшного нет у команды ранг С в том, что они работают сейчас с пистолетами. Ты посмотри, как накалил еще у нас господин ДВДУК товарищам на Экзистенса. Все может пройти очень болезненно сейчас для LDLC. В прошлом раунде всего лишь двое игроков выжили. Какие-то нервные спрейсли сейчас со стороны команды LDLC, что у Экзистенса, что сейчас у Маньяка было. Но, тем не менее, в принципе, свои фраги они дали. Дэвид Пи... Дэвид Пи остается один вместе с Аманеком. И четыре в два в большинстве LDLC минус Аманека. Он, кстати, был из бомбы. И Дэвид Пи на рампах здесь, по-моему, никого... А, нет, встретит Экзистенса. Да, вот, ну, неудачную позицию выбрал Экзистенс. Открывается маньяк под прицел Дэвида Пи, но... Тайминг какой жесткий. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну что, 1-3. Давайте понаблюдаем, как в этом раунде команда Ранкэс поборется таки вновь за попытку одолеть своих соперников и получить плюс один раунд к своему единственному в атаке. Но, даже не знаю, может быть и не получится. Все-таки не уверена немножко в атаке команды Ранкэс. Хотя все происходит, на мой взгляд, достаточно рандомно, как-то сумбурно. То в атаке у Ранкэс, то в защите у LDLC. И Толнову, безусловно, справляется с Хаджи, но пока это все, что можно сказать с уверенностью. Ой-ой, Смок. Смок не самый лучший, если честно. Сейчас он был откинут. В итоге дырка... А, нет, дырка закрывается Смоком. И вроде как проход через улицу сейчас какой-то будет. Тут Молотов. Хе-хе немножко рано было кинуто. В итоге на позднем тайминге здесь проходят игроки команды Ранкэс вниз. И здесь Мистов, в свою очередь, слышит стрельбу, откидывает Смок и уходит на более безопасную дистанцию. Но там находится большинство игроков команды Ранкс, так что, в принципе, должны как-то сейчас команды LDLC укрепить точку B. Ну вот, судя по миникарте и по рентгену, мы видим, что на B лишь один игрок Мистов. Остальные игроки двое находятся в A, третий под девяткой, четвертый на рампе, собственно говоря. И на B можно было выходить еще в тот раз, когда мы с тобой смотрели проход по улице. Ох, интересно, как сейчас повернется такая судьба, что Ранкэс будет делать. Алекс решает пикнуть сам своих соперников, за это его надо наказывать. Здесь три дула в его сторону, здесь также Мистов следом падает. И в итоге 4 в 3 в большинстве французы. Выход под базу B в этот раз без каких-либо задумок и переворотов. Но здесь Маньяк есть уже фактически в плане 2. Делает минус на Давид Пи, есть минус также от Экзистенса. 3 в 1 Давид Дубикас. Тут последний, и вот здесь забирает той ноу вентиляции, это 4 в 1. Зато быстро, хочется сказать. Команда Ранкэса вынуждена снова играть экономически. Такой своеобразный раунд, может быть, позволится какие-то пистолеты и что-то типа кевларов и касок. Мне кажется, если просто сейчас бы они убили, ну то, что они сделали два минуса под точкой B, если бы сейчас бы они полезли в вентиляцию, тогда бы на точке A уже никого не было. Потому что Маньяк уже был на B, второй игрок был в вентиляции, а третий был на рампах. То есть, если бы они продавили большинством вентиляцию, тогда бы они вышли на пустую точку A? Да, чисто теоретически похоже на то. Ну что, опять контроль улицы есть от снайпера. Команды LDLC, Толноу, все еще пытается работать против улицы. На рампе на сей раз работает Маньяк, и снова одно и то же демонстрируют игроки команды Ранкэс. И поджог, и подрыв, и прострел, ну ты посмотри, что с хп вообще творится, да как они проб, боже мой. И там умирать уже по-хорошему должны, если бы еще, знаешь, там трое игроков из трех орудий бы нашили по-хорошему эти смоки. Но в итоге вроде как прорвались к базе B, проблемы с хелсбарами просто катастрофические. И теперь еще игрок сидит в нычке под B и, скорее всего, должен когда-то открываться, но рано или поздно. Вот несмотря ни на что, парни все-таки плент поставили и минус каким-то чудом, а Манек его Аликс не забрал с девятью хп. Да боже ж ты мой! Это что-то невероятное, если честно. Это тэг, это девятый тэг, Экзистенс пытается стрелять со соперником в аквариуме, но, по-моему, здесь пистолет и тэг. А Манек, он уже трипл делает с девятью хп, кто-нибудь, остановите его! И только сейчас пистолет у него справляется с ним, в итоге один-два он остается. А ситуация-то была, в принципе, приемлемая для команды LDLC. Да я его просто зашиваю через дверь, четыре-два, но все еще в пользу команды LDLC. Я сижу вот в полном непонимании. Вот большинство игроков просто говорят, ну, пофиксите в этот тэг, это человек бегает, и он попадает в голову, это ненормально. Очень многие говорят, что это слишком балансное оружие, то же самое здесь, считай, Амонек пробегал мимо вентиляции, увидел щель головы, выстрелил и попал. Ужас, ужас. Это катастрофа, я не знаю, как это назвать просто. Мне очень понравилась кульминация прошлого раунда, ну и, естественно, синапсис к этому. Потому что вот начало было какое, все подгорели, все получили вкусную гренку, там их прострелили, все добежали полумертвые. И только после того, как они ощутили вкус какой-то боли, они вышли в Б, поставили бомбу, когда им позволили, и сумели ее с пистолетами оборонять. Это как режим берсерка, знаешь, чем больше урона получаешь, тем больше ты отдаешь в ответ. Только, говорят, они сначала грибочки кушали, которые росли в скандинавских лесах. Причем, кстати, в этот раз на лестнице никого не было у LDLC, это тоже сыграло свою роль, потому что они с пистолетами дошли до упорно близких дистанций, и там уже, в принципе... Там, по-моему, мист переквалифицировался, он был прям... Экспертом по лестнице, теперь эксперт по вентиляциям, да? Ну, что-то в этом духе. Ну что, неужели опять улица от команды Ranks? Просто есть же замечательные рампы, например. Есть что-нибудь еще. Толно ушел. Все-таки в андерграунд этого дувака забрал. Хороший. Open от команды LDLC. Плоховато несколько, что у, даже упомянутого коллектива защиты, всего лишь, три девайса по-хорошему. Ну, и их можно тоже реализовать. Экзистенс ждет свою жертву. Дэвид Пи сейчас покажется. Дэвид Пи... Ну, да. Экзистенс его здесь все-таки перестреливает. Правда, Лаки с хеджи оформляет по даблу. В ответ минус от Алекса. Его пытаются здесь дожать с сайта, и это получается у Манека, и ситуация 2 в 2. АВП против АВП, калаш против Кальта, но при этом будет поставлена бомба сейчас на точке А, и LDLC будут играть от ретейка. Причем китов на руках, кстати, нету, и поэтому следовало бы поторопиться. Но Манек погибает, и Тойноу весьма немобилен со своим девайсом, будет пытаться выйти на это ретейк 1. Но зато Толноу точно снайпер, а вот Аманек, нелюбитель играет с этим девайсом и проигрывает эту дуэль Аманек. Хаджи остается один, работает в киоске. Главное здесь не показываться, слышит своего соперника. Фейк дефьюз. Толноу полностью готов, что будет выходить Хаджи, но не получилось, и не тут-то было. Три-четыре. Ранкес забирает для себя важнейший раунд и, кажется, обеспечивает четверочку в атаке как минимум. А Манек же мейн снайпер, по-моему, у Ранкеса разве нет? Он на кэше СО поиграл. Точно, что-то я это... Погорячился. Да совсем погорячился ты, глянь. Бери холодную воду и прям... Элделся и все-таки зафорсили ныне. Можно их понять, но, черт возьми, здесь, если они проигрывают этот форс, это почти 5 в 4 и далеко не в их пользу. Да. Счет был 4-1, теперь, ну, вроде бы, знаешь, чем-то кэш напоминает, только немножко меньше здесь разрыв по раундам. Конечно же, и, в принципе, не так критично давать. Ну, хотя, ну, они начинают вроде как в атаке, но взяли уже, в принципе, неплохое количество раундов. Там, тем временем, в лобби у нас заняли LDLC. Два минуса оформили, три минуса даже оформили. Лакиса, Давиду, Виком остаются вдвоем. Бомба лежит, причем под контролем как раз-таки команды LDLC. И, ну, нужно за ней как-то идти. Как вот такое можно было позволить сделать команде защиты во время форса на пистолетах? Ну, я не знаю, да, там было пару фармганов, забрали Лаки, в живых Дэво Дувак, он должен погибать, но все еще живет. Трипл килл. Есть минимальная надежда на то, что Дэво Дувак сейчас оформит Тейс и победит в этом раунде, но это все-таки, ну, какие-то мечты фактически. На улице мы видим с вами Алекса, где у нас сидит маньяк. По-моему, на скале, если не ошибаюсь. На крыше, на крыше где-то. Просто на крыше, да, думаешь? Ну, я не знаю, там ноги, не, на скале, на скале. А, да, крыша. Скала. Приз, деньги, да, как в поле чудес. Деньги бери, приз! Не, ну там вон, видно уже, по миникарте, что на скале ползает. Я думаю, это не шибко важно, но они бомбы не контроль, 20 секунд до конца раунда, и, по-моему, сейчас будет грязь. Сейчас будет грязь, потому что Дэво Дувак может просто отправляться под базу Б с ножом в руках, и, ну, нет, скорее всего, времени схватят только под базу А. Скали бы через вентиляцию, в принципе, будет вполне классное решение. Попытка дашить 16 хп, боже, он все-таки просащивается, откидывает с бомбой, здесь нужно вентиляцию разбить. 5-4, он не успел. Он даже так бы не успевал, если бы его не добили. Вот это фейл. Бомба хотел бы разбить вентиляцию. Хотя, кстати говоря, бомба, я думаю, тяжелая, и вполне мог бы он это сделать, если была бы такая возможность. Ну, вот если бы не было вентиляции, то, конечно, успел бы он поставить плент. Хотя все равно настигли бы его. Ладно, умопомрачительный раунд от команды LDL-C. Вот просто умопомрачительный. 3-5, и на сей раз форс от команды Rank S. Ну, здорово, застали врасплох игроки команды LDL-C французов. Вот, просто действительно замечательно. Продавили первого соперника, забрали снайпера. Круто. Тут большего и не скажешь, наверное. Ну, и форс делают в ответ, и рано или поздно это кончится. Потому что, если сейчас LDL-C заберут, там Rank S играет экономически. Это означает, что счет будет приблизительно на табло 7-3. Хотя и сюрпризы, возможно, нам и французы продемонстрируют в атаке. Сейчас не имеют девайсов на руках, но надо еще до этого дожить. Надо дожить и пережить этот форс. Сегодня какой-то сумасшедший день по взятым форс-баям. Первый минус от снайпера защиты, второй пока не получается. Все-таки закрывает его Аманек. Минус от Экзистензао. Ох, аджи, великолепнейшая работа. Но бедолага один остается на своей позиции. ДВДУК ему помогает. Есть инфа по маньяку. Надо бы идти в точку B. И, по-моему, Алекс сейчас поможет своим тиммейтам на пленте B. А бомба все еще не под контролем команды Rank S. Ну, там бомба на рампе с вентиляцией. Алекс, казалось бы, промахнулся, но все-таки добивает. Здесь Давид Увик. В итоге Давид Пи остается 1 в 2. Есть игрок на рампе, он его забирает. Есть шанс поставить бомбу как минимум. Сейчас просто нужно угадать с плентом. Алекс находится на точке A. Но ты посмотри, по-моему, лицом к лицу сейчас встретится. Хотя, да, да. Да, Алекс контролит. Три, два, один. Минус. Шестой раунд для LDLC. Это означает, что сейчас будет экономический губ французов. По идее, семерочка должна уходить в актив команде защиты. И, ну, в принципе, три взяли неплохо. Но это серьезно маловато для карты ДКэш. И нужно все-таки топить дальше. Хотя, кто знает, может быть, еще 8-7 будет счет, пока чемпер половина. Если будут еще проигрывать прямо до конца, пусть закидывают, условно говоря. Да, во-первых, осталось 5 раундов. И это около 2-х, может быть, там, 3-х баев для команды рангс. Да. Вот. Так что они как минимум могут себе обеспечить еще 2. Ну, у них абсолютно будут все шансы на то, чтобы взять себе пятерку. В конечном итоге. Не еще пятерку, а вообще еще пятерку было бы очень проблемно, мне кажется. То он уловит нас ДВДУКа полноэкономически от французского коллектива рангс. И пока ничего хорошего про французов сказать не получается. Они потеряли своего первого игрока, скинули плент, не контролят, позиции заработали не лучшие, никуда не прошли. И зато, вот, можно немножко похвалить, это непростой такой незамысловатый проход по улице. Это такая качественная относительно позиционка от команды атаки. Да, монек остается последний, 38 хп, бомба за плечами. Но пятеро противников остаются в живых. И... Что произошло? Я просто немножко не понял. Но седьмой раунд для LDL-C. Седьмой раунд для LDL-C. И... Ну, бай от ранг-С сейчас будет, друзья мои. Но счет действительно уже начинает набирать обороты именно у команды LDL-C. Потому что разница, в принципе, четыре раунда не так велика. Но вот нужно брать по максимуму за атаку на нюке, иначе в защите будет тяжко догонять. Посмотри, Existence решает взять такую интересную позицию за красным ящиком. Его там даже могут не прочекать. Его звездный час, хорошая флешка, и он решает уйти. Возвращается обратно. Дэвид Увака может забрать вообще без каких бы то ни было проблем. Только не увидит его из-за этого самого дыма. Кстати, по крайней мере, какое-то время проходит спину. И вот это замечательный заслонный казачок. Вот сейчас может, в принципе, прочекать левую часть. Скорее всего, только сделает. И заставит своего противника врасплох на Дэвид Увак. Здесь его перестреливает. И в итоге 5-4 уже по началу раунда. Хеджи есть минус по Аликсу. И вроде... Вот по миникарте, честно, сложно ориентироваться, где находятся игроки атаки, где защиты. Потому что многоярусность этой карты, конечно, оставляет желать лучшего. Выход с девятки. Тойноу под флешку. Забирает он здесь Аманека. 3-4. Поставлена бомба на точке А. И Дэвид Увак поедит еще сюда. Забирает Тойноу. Ну, это вообще какой-то, я не знаю, звездный десант, неудавшийся в исполнении Тойноу. И это 4-2. Ну, парням, безусловно, сейчас защиту надо как-то сохранять свои девайсы при себе. Ни в коем случае их не проигрывать. Не отдавать команде ранг. Ничего такого не делать. Конечно, будет тяжело их засейвить. Но они, конечно, попытаются. Что ж, четверочка у ранг-с все-таки появляется. Вот мы видим, как двойка выживших команды LDLC работает вместе, слаженно, фактически на одном экране. Один игрок на дополнительном, другой. И браво, 4-7. Деньги, я думаю, не проблема сейчас для команды LDLC. Так что, бай, все-таки мы посмотрим. Не-не, посмотрим, там все нормально. Вот с следующим раундом, да, там действительно неприятности такие суровые. А ВП появляется у Толноу. Все-таки без этого девайса игра как-то у команды LDLC. И, в частности, у больше упомянутого игрока Толноу как-то не идут, по-моему. Поначалу, кстати, как Existence просочился, по сути, за красный ящик. Я подумал, что вроде как он никого не встретил, но при этом собрал огромное количество информации, ввиду того, что никого не встретил на улице. Это означает, что игроки атаки где-то сконцентрированы в другом месте. И вот этот вот раскид улицы в виде фейка какого-то не удался. Но при этом, как бы, завершающая не очень была. Вот выйди он сейчас в этом раунде. Он бы вот просто все сделал правильно. ДВДУК решил сгореть. Идеальное решение для такой ситуации. И парни просто выходят на Толну. Но первый, второй, второй. Нет, нет, все-таки уже из будки его зажимают. В итоге 3 в 2 падает Дэвид Пи. Аманек последний, 2 хп. И его здесь тоже зажимают. Втроем остается в живых LDLC. В 8-4 становится счет. И там, там есть бай. Но, правда, бай последний. Но там они сыграют экономический 14-й. На 15-й уже выйдут с нормальными деньгами. Ну, если вдруг сейчас проигрывают, конечно. Ну, поглядим, поглядим, поглядим. Тут, собственно, для обеих-то команд не очень приятно было бы проигрывать, конечно. LDLC закупится. Что есть, то есть. Особенно, мне кажется, даже какой-то девайс у них все равно останется. Один или, может быть, два. В самом неприятном раскладе для LDLC. Вряд ли они погибнут всех пятером. Ну, вот. Посмотрим все-таки. На итог пока 13-го раунда. Опять улица. Опять улица от команды ранг-с. И я не помню, чтобы они вообще выходили на рампы. Вот что-нибудь, чтобы такое было. По-моему, не было. Не было ни разу. И опять контрится все по-старому от команды LDLC. Причем, кстати, даже, по сути, дефолтные молотовые LDLC не откидывают. В скрип, в будку от быстрых выходов. И, в принципе, ранг-с могли бы этим воспользоваться. И неожиданно выйти через них. Но они действуют весьма применительно из раунда в раунд. Помнишь один раунд, когда они с пистолетами вышли? Да. Быстро, мгновенно устранили LDLC. Просто на теках всех перестреляли. Вот даже вот прожглись через молотов. Вообще, вот все равно было. Вот как сейчас. Только лаки миста перестреливают. И если они за пять мувнут в плента, это будет просто шедевр. Нет, маньяк справляется с Дэвид Улоком. С хаджа. Трипл все-таки не оформляет. Дэвид Пин на позиции. Бомбу парни поставят. Но здесь защищать будут, конечно, проблемы. Ведь у одного игрока очень мало денег здоровья. Аманек не справляется с своей работой. Так же, как и Дэвид Пи. Живых только лаки. У него 16 хп. Но он действительно везунчик. Что называется, как корабль назови, так и поплывет. Лаки минусы. Нет, даже минусы ему делать здесь не дают. Это девятый для LDLC. Я просто... Я не знаю. Тут Аманек сидел на скале с девятым теком. И смотрел Сикрет, если ты наблюдал за этим вообще. Потому что... Ну, его тиммейты четверо уже прошли Сикрет в подвал. А он стоял со скалы и смотрел с теком в эту позицию. Я не знаю. Немножко... Такая странная-странная позиция у него была. Но, тем не менее, его миссия была закрыть все-таки спину. То есть спуститься в мейн. С мейна уже пытаться забрать игрока. Но в стрельбе проиграл. И, к сожалению, план не удался. 4-9. По итогу раунд с теками будет отыгрывать сейчас ранг S. Ввиду поставленной бомбы. Деньги им это сделать позволяют. Но вот что будет на следующем, это вопрос. Ну, вот теперь на французском Existence написал. Мистовый деменды у на пауз. Так. Замечательно. Вот прямо в 14-м раунде. Еще вот перед тем, как сторонами собрались меняться. Ну, что ж. Ладно. Пусть будет пауза. Я все равно не понимаю французский. Что у них там. Видимо, Бойл Дилси как-то и сказал. Есть один француз. Он и есть ReloWowsPoviesLeDire. Я знаю, что дайр это тьма, по-моему. В доте. Да. Сверху. Да, да, да. Которая темная сторона. Темная, да, да. Вот я, кстати, все время путал. Касательно доты. Можно отвлечься от этого Counter-Strike. Все равно ничего полезного мы сейчас не увидим во время этой паузы. Потому что вот что-то вот Рейдин, дайр. Я почему-то всю жизнь путался. Все никак не мог. В смысле? То есть... То, что поставить. Вот эти два слова не мог запомнить, что вот дайр, короче, это тьма там, а Рейдин... То есть ты не мог понять, что Рейдин это свет, а дайр это тьма? Просто перевести с английского не мог? Да, вот эти два слова вообще никак. Они у меня в памяти не оставались. Теперь повторяем то же самое, только красиво. Вообще не мог перевести эти слова и запомнить их значение. Бывает, почему бы и нет. Ладно, у вас есть возможность не только запомнить эти слова, но еще и посетить hellcase.com, дабы открыть сундуки, кейсы со скинами. Либо за наличные ваши кровно заработанные деньги, либо все-таки с промокодом UCC. Ну а также делайте ставки скинами на ксиспорт.com и обменивайтесь онными на ксголounge.com. Так что ты там смеялся? На твоем знании английского языка. Да уж, вот так вот весело у нас продолжается противостояние французов и европейцев. Ну пока технические проблемы решает Мист, по-моему там у него какие-то проблемы. Надо бы, чтобы команда Ранкс хоть как-то подтянулась, потому что вот за защиту и очень интересно получится ли у них хотя бы что-то наладить, свою коммуникацию, свою оборону. Я просто боюсь, что команда Ранкс вот играет один и тот же раунд фактически вот снова и снова, снова и снова, снова и снова, и я боюсь, что у них и за защиту ничего не получится. Ну за защиту согласись играть полегче на нюке. Вот в атаке, конечно, здесь нужно иметь большое количество раундов в запасе. Причем у Ранкс ни одного раунда с раскидами в точку А не было. То есть фактически они, ну, то ли не знают, то ли не хотят этим пользоваться, то ли думают, что через улицу, ну улица это просто ключ к победе. Но вот мы видим 4-9 и это, как правило, не работает. И вот сейчас тэками, в принципе, два минуса от LDLC. Третий минус, ну, Давид Пис, Давид Дугом последний. Один минус могли лишь сделать. Да, не более того. Вот вообще печально-печально. Что ж, смотрим последний раунд первой половины. Ну а дальше, опять-таки, понаблюдаем за пистолетчиком, но все как обычно. Все-таки минимальные шансы есть на то, что команда Ранкс вернется в противостояние на карте номер 2, это Денюк. Ну, мало шансов, мне кажется. Очень мало. Мне тоже, если честно. Потому что LDLC, в принципе, забрали это своим пиком. И в атаке, я думаю, у них большое количество раундов, которое позволит нам наблюдать... Ну, я думаю, хотя бы, как минимум, они будут выигрышные, если честно, нежели у Ранксов. Потому что вот, Раскит улиц, это единственное, что они знают, по-моему, на этой карте за сторону атаки. Может быть, это второй раз фейк от них. Подожди, тут уже мисс на позиции. Все готовятся, все напряглись немножко, игроки защиты. Вроде бы, Ранк С собираются выходить на рампы. Да ладно! Что-то новенькое. Ну, погиб уже, правда, ДВДО к прострелам от Толну на улице. Но ничего страшного. Это мы переживем неприятность. Сейчас все держится на плечах маньяка, который находится на рампе. И, в принципе, хотя бы один минус он здесь обеспечить должен. Зажимает минус первый, минус второй. Да, боже ты мой, тут уже и Ранк С не знает, куда смотреть. В итоге маньяк забирает троих. И просто всех совершенно закрывает на рампе без единого шанса. 11-4. Что ж, хорошая реализация от игроков LDLC своего раунда. Ну, собственно, почему я не очень беспокоюсь за LDLC? Я думаю, они-то атаку умеют играть, раз они пикнули эту карту. Я думаю, у них еще побольше заготовок, чем проход улицы. Но посмотрим, мало ли всякое может быть. Ну, защита, конечно, Ранк С это единственная панацея, которую они могут использовать для того, чтобы победить со счетом 2-0. Конечно, остается еще третья карта, если не ошибаюсь, Трейн. Да, это будет Трейн. Но тут надо еще Ранк С запотеть в пистолетке, потому что если они проигрывают пистолетку, это уже фактически похорены французские будут. Фактически Трейн. Да, это уже фактически Трейн. Ну, ничего велико страшного в этом не будет, если вдруг сейчас состоятся похороны французской команды, и мы посмотрим карту Д Трейна. Это не страшно. Да, и что ж, у нас начинается второй пистолетный раунд. LDLC в атаке, ранк С в защите. Посмотрим, что же LDLC придумают. Здесь за противоположную сторону есть две флешки, есть смок у Экзистенса, есть четыре первых армора. Ну и, в принципе, все отыграют с глоками. Проход, скорее всего, будет через рампы. Смотри, как несутся LDLC сюда. Здесь Хеджи с Юспом пытаются настрелять, уже понимают, что его будут давить, смещается на вилку. В итоге сюда уже приходит Хелл Пайс под девятки, но LDLC уже в четвером просочились в точку бейст. Минус это Манека, минус в ответ от Мистоу. Есть еще минус поедет. Да, боже ты мой, когда же его там зажмут Хеджи. Погибает, и в итоге четыре в два, по-моему, здесь намек на двенадцатый раунд для LDLC. На похороны, да, ты имеешь в виду? Ой-ой-ой, еще чуть-чуть, но Мисс все-таки выживает из этой ситуации, выжимает максимум. Дэвид Пи жив, у одного очень-очень малый день здоровья. Надо заходить в спину, пытаться аннигилировать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну все-таки разводка грамотная. А дифьюзов, по-моему, у команды защиты-то и нету вообще. Один на вилке, другой на апленте. Нехило так расположились игроки атаки. Делать нечего, надо пикать. Да, десять секунд на дифьюз. По Лиле, и Давид пишет, что он не дифьюзит. И в итоге сейчас будет дергаться. Один игрок сжимает с вентилей, другой с вилки. Это победа LDLC без вариантов. Да, времени уже не будет. Соответственно, двенадцатый раунд для LDLC. Ну что, форсбай надежды будет сейчас фактически от ранг С. Отдают тринадцатый, там отдают четырнадцатый. И, по сути, с правом на одну ошибку они будут играть свой первый девайсный раунд второй половины. Я даже думаю, они, если отдадут тринадцатый, они... Как тебе сказать? Нет, тринадцатый, да, они сыграют эко. Все равно сыграют эко. Да, нормально. Ничего страшного нет. Да-да-да-да. Ой, фамос у Давида Пи. Ничего себе. Как решили запотеть-то? Сколько он минус 100 сделал в прошлом раунде? Интересно, что позволил себе его купить. Не запомнил, если быть честным и откровенным. Дэвид Улок пытается играть. Без девайса на руках. Ну да, ну это 5-7. Сейчас знаешь, как в этом в Team Fortress кулаки и боксерские перчатки. Да-да-да. Ой, хорошая голова вторая. Да ладно, нельзя ж так... Боже мой. О-о-о-о-о-о-о-о. Еще и дабл от Давида Пи. Вот. Ё-моё. Вообще чистейшая победа. Причем... Ну, черт возьми. Вот вообще ни один Force Buy нельзя списывать сегодня в этих противостояниях со счетов. Реально любой бай может быть реализован. Форсированный, конечно. Экота не так много залетала. Сегодня прям день Force Buy. И знаешь, такие игры приятнее, ну, приятнее, согласись, наблюдать, нежели когда-то, ну, когда карта заканчивается еще на 16.4. Слушай, ну, да, да, безусловно, безусловно, приятнее, чем 16.4. Но посмотрим, может быть, 16.5 ведь форс от команды LDLC. Так что они сейчас покажут нам мастерство владения своими деглами, одним фармганом MP45 и проходят улицу. Но это мы уже видели. Двойка, правда, игроков остается хотя бы в здании, что на 10% лучше, чем совсем ничего. Но вот остальные пока проходят именно по улице 2ХВ, кстати, Укзистензе, работа против Лаки. Проиграна, Хаджи Лаки, хорошая реализация, еще минус от Счастливчика, Аманек подключается, минус по Аликсу, в живых остается Мисту Сольно. Идет в киосок, там его готов встречать Дэвид Пи. Нет, он поднимается все-таки на крышу. На крышу. Да, на крышу. Возможно, даже дойдет до Скалы такими темпами. Не исключено. Я вообще думаю, что в принципе здесь может быть ту четверку, которая, четверку раунда, которую Ранкэс взяли в атаке, может и хватить. То есть ты представляешь, что они сейчас могут выйти там на счет 16-13, там 16-14 на этой карте и закончить все со счетом 2-0. Кто знает, это же защита на нюке. Могут, безусловно. Тут без этого никак. И Дэвид Пи все-таки забирает жизнь Мисту и шестерочка у французов, так или иначе имеется. И теперь экономически от команды LDLC. По идее, седьмой раунд должен быть для Ранкэс и отставание всего лишь в 5 раундов. Ну что ж с этим поделать. Отсюда никак не откреститься. Посмотрим, как экономический раунд разыграют игроки команды LDLC. В частности, конечно, интересует больше, не выиграют они или нет, потому что скорее всего нет, а насколько много игроков Ранкэс погибнет в этом раунде. Потому что, ну, любой игрок это все-таки какая-никакая потеря экономики. О, да тут Лаки спешит отправиться в мир ИНО. И он был первым, кстати говоря, Толну хорошо себя реализует, но все-таки фарм на ДВДУК с маньяком оказался лучше. Так еще и маньяк забирает ДВДУК. Бог ты мой. Там, по-моему, бомба ставится. Там бомба поставлена на точке Б. Боже ты мой, как-то смогли допустить команды Ранкэс, но в итоге, в принципе, свои минусы они нашли. И заметь, что с Глоков они сделали два минуса по началу раунда. Действительно. Восхитительная какая-то игра от команды LDLC. Они себе очень много экономики этим самым обеспечивают. То есть мало того, что для них это экономический раунд, так еще они 800... Еще и 800 лишних долларов за постановку плэнта. Мисту, но были шансы сейчас, но вот Мисту поторопился. Было бы жирно, извини, Алеш, но, по-моему, было бы жирно сейчас команде LDLC брать и выигрывать. Но уже все, уже все. Вот бывает такое, когда команда делает какой-то нереальный объем работы, или отдельный игрок выигрывает сложную ситуацию, или очень много приносит для команды полезного. И, ну, я считаю, тогда команда заслужила уже победить. Ну, просто вот всем, так сказать, доказала, все показала. А здесь LDLC просто... Можно сказать, халява. Просто, да, это халява была для LDLC. Ну, может быть, три минуса, причем с Глоков они дали. Если что, прошли на точку B, поставили бомбу, сделали по максимуму поджим. Тем временем, радио увенчался разменом пока что. И 4 в 4 ситуация на карте. Правда, вдавить дальше Манека, это было наверняка зря, потому что Мисту его закрывает. Лаки его, кстати, нашли. Его, скорее всего, не будут выпускать оттуда. Лаки промахиваются и погибает вдруг. Экзистенса 4 в 2 уже ситуация на карте. Вопрос, что будет делать сейчас ранг S, как двигаться... Подожди, подожди, подожди. Он прямо заранее увидел до тех пор, пока дым сумел таки рассеяться. Ну, не рассеяться, да. Да, ну, 2 в 3 все еще. Большинство игроки команды LDLC. Ну, да ладно. Ну, Давидовик в любом случае может быстро прийти на базу B через вентиляцию. Его тиммейт находится на рампе. И, в принципе, если выход будет команд соперника под базу B, то, ну, ранг S могут оказаться там максимально быстро. Правда, до конца непонятно, LDLC-то куда направится. Потому что бомба находится на улице, тиммейт вроде... Я боюсь, как бы они не перемудрили и не пошли ва. Это будет просто эпик фейл. В принципе, извините, на вилке хорошая позиция у Дэвида Пи, а вот ДВДУ, Кана, тоже ничем не хуже. Просто, по-моему, двое игроков спустились в подвал, если не ошибаюсь. Да, да, да. А где находится B 100? Можно место посмотреть, игрок девятый? Да. А, нет, вентиляция вообще находится. Вот еще круче. Говорю многоярусность, это... То есть сейчас, по идее, игрок с точки А, он стянется на B, но здесь уже ждет его мисту. И в итоге игрока на рампе, в принципе, большинстве не составит труда закрыть. Вот сейчас, по идее, к мисту. Привет, Дэвид Увек. Дэвид Пи смог, правда, фраг дать по экзистенсу, но при этом 8 хп и 1-2 остается. По-моему, 13-й раунд должен сейчас быть для команды LDLC, конечно же. И он, собственно, выигрывается ими. Да, но деньги, благо, есть у команды из Франции. Ран Кэс все-таки нафармили необходимое количество денег, и даже 10 тысяч американских вечно зеленых долларов у господина Хаджи. И, как ты сказал в прошлой, так сказать, карте, счет раундов уже перевалил за двадцаточку. Да, всем хорошей ночи поднять щиты за красивую игру. Это, наверное, самое правильное высказывание за последние сутки, я думаю, уж точно в Твиттере. А, в Твиттере самое правильное высказывание. Хорошо, хорошо. То есть, когда говорили, хорошая игра, тащите Team Spirit, комментаторы молодцы. Не, ну просто тащите Team Spirit, знаешь, такое... Ну да, мы, конечно, болельщики СНГ, мы должны их поддерживать всеми возможными силами, но тем не менее, вот когда я болею за красивый Counter-Strike, это, наверное, самое правильное высказывание. Ну, я все время нейтрален, честно. Что? Есть все-таки какой-то дух в Толнову, и он забирает Аманека, слава богу, безусловно. И минус 2 уже у коллектива ранг С, и позиции не самые хорошие. А вот LDLC-шники, во-первых, в большинстве, а во-вторых, уже можно что-то начинать придумывать. 4 в 3 в большинстве игроки команды LDLC, минута времени до конца раунда, и куда же они направятся? По-моему, по .1, но здесь DavidP в сайте забирает маньяка, который вроде как просочился на девятку, но минуса оттуда дать не смог. Минус также DavidP по второму игроку, третий тоже вроде как бланди был, но уже мчится ставить бомбу с пистолета. Ну что ж это такое, с P2000 он смог более того добить своего соперника. 8-13 становится счет, и LDLC, по-моему, сейчас будут играть экономические. Да нет, форсят вроде бы. По крайней мере, Existence потратил все деньги на то, чтобы играть с девятым тэком, и прочее-прочее-прочее прелести жизни. Раскидочка. Неужели быстрый раунд в стиле команды RunCass и выход, наверное, на улицу? Наверное, на улицу, думаешь? Да, 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 да. Но нет, просто быстрый раунд, наверное, будут играть. Причем, вот помнишь, да, LDLC не откидывали никаких антирашовых гранат? А вот RunCass ни разу не выходили через скрипы. А вот RunCass сейчас это делают. Да, да, я вот замечаю это. Видимо, что-то они знают и понимают, но в атаку то ли не тренировали. Причем, в принципе, если какой-то игрок был в лобби, он должен был дать информацию, что ни в одном из раундов Молотова не были откинуты. И, по идее, они могли бы сыграть тот самый быстрый раунд с выходом в точку А через скрип и через будку. Ну да, но не вышли, но не повезло. Любители улицы. Любители улицы. Французская улица. У меня это сразу воспоминание, как там назывался фильм, 13-й район? Да, да, да. 13-й район. Да, вот сразу именно такая ассоциация. Улица Франция. Да, да, да. Есть какой-то прикольный фильм про Прошедцев, район номер 9, но это немножко другая атмосфера. Манек, Хаджи, два минуса. Да, и, видимо, Дэвид Пи заслушался нас и смотрел все-таки, что же там происходит на мини-карте. Хаджи, Лаки. Да, действительно, девяточку зарабатывает ранг С. Ждем экономически от LDL-C. Ну вот как думаешь, 37% на ранг С, 63% на LDL-C. Вот прямо сейчас, после 22 раундов на второй карте и после победы ранг С на первой карте на своем пике отображают реальную действительность или все-таки нет? Ну это как бы вопрос очевидный. Вопрос очевидный. Очевидно, мы смотрели на Глок минут секунд 20 просто сейчас. И выход, тем временем, LDL-C под точку А закрывается по каждой виду играм. Правда, фраг в ответ дает экзистенс, бомба валяется. Здесь, в принципе, ранг С должны закрывать целиком полностью команду атаки, потому что бомба выпала. И, в принципе, добрать оставшуюся над дой, этим и занимается Хаджи. Последний же выход остается Алекс с Глоком. Он пропускает соперника, но, тем не менее, погибает. Да, но все-таки команде LDL-C сейчас не стоит отвлекаться на какие-то провокации со стороны команды рангс, потому что мы видели, к чему это провело вот в этом пистолетном раунде. То есть парни просто застряли и остался в живых лишь один Алекс. Это крайне печально. Это крайне печально. Тактическая пауза как раз таки для команды LDL-C сейчас берется и именно команды LDL-C. Будем надеяться, с толком проведут они это время и воспользуются ей для себя. Проблема в том, что вариативности у LDL-C как раз таки немного, потому что, в свою очередь, если рангс постоянно выходили на улицу, то, в принципе, LDL-C играет довольно-таки разнообразно. И те самые молотовые, которые LDL-C, в свою очередь, за защиту не откидывали под скрип и будку, рангс откидывают. И здесь быстрый выход точку А не сработает. То есть, соответственно, либо надо продавить рампы, либо продавить улицу, но делать это крайне быстро. Либо хотя бы попытаться по балконам залезть в девятку. Ну, хоть что-то вот такое вот разыграть, потому что, в принципе, большинство раундов в LDL-C, согласись, были довольно-таки медленными. Да, ну что ж, почему бы и нет? Почему бы и медленнее отыгрывать? Вижу, это ничего страшного. И замечательный пример разных команд. Бывшая E-Frag и нынешняя Flipside Tactics, которая любит отыгрывать именно медленно, нежели вот такой приверженцы медленного Counter-Strike, нежели быстрого. Это не все могут вообще. Ну, большинство команд... Знаешь, наверное, самое тяжелое, что это когда вот тайминги точные рассчитать, прям самые-самые крайние, чтобы выйти... Ну, это прям на краю, если честно. По лезвию, грубо говоря, команда ходит. Ну, все-таки тактическая пауза. Давайте посмотрим. У Flipside, наверное, это лезвие слишком острое, оказывается, в большинстве случаев. Прекрасный КС, прекрасный вечер, прекрасная пятница. Хэштег UCC Studio. Спасибо. Спасибо, дорогой друг. За приятные, теплые слова в Твиттер. Тогда пишите в Твиттер хэштег UCC Studio, если не ошибаюсь, он именно такой. Да. И ваш твит появится на экране. Что, тем временем у нас тактическая пауза все еще продолжается. Будем смотреть. Возможно, сами предугадывай, что же примут команды LDL-C, кстати говоря, пока что... Ну, нет, в принципе, закупается... Ну, знаешь, единственное, что можно утверждать, а ВП не будет. Да, вот пока мы даже видели экономику, а ВП не будет. Собственно, улицу LDL-C сами-то много раз-то не проходили. Вообще, LDL-C, они не берут АВП... Они могли бы взять АВП, могли бы. Но проблема в том, что у ранг с АВП никто не играет агрессивно на улице. То есть или на рампы там не выходит, там пик первый. То есть, в принципе, АВП весьма-весьма пассивно работает, если оно имеется. И, в принципе, играет на отстрел. То есть, если бы АВП было агрессивной, да, можно было бы взять в стан своей команды снайперскую винтовку и тогда пытаться подавить эту агрессию. Но, как мы видим, собственно, смысла в этом нету сейчас. Да. Ну, да, но, да. Даже без всяких там «но» точно. Да, все, хорошо. Убедил, убедил. Вот фармгану маньяками немножко не нравится. И быстрый выход прямо вместе с плентом на хаджи. Он справляется лишь только с маньяком. Очень-очень печальное такое событие. И вот выход на Б удался от команды атаки. Вообще без приугаса. Причем я и говорил, нужен быстрый выход либо на рампу, либо через улицу. Они в итоге выбрали рампу. И, в принципе, это сработало. Там был всего лишь один игрок без каких-либо, кстати, подсадов. А со стороны игроков команды защиты. И, в принципе, сейчас, по сути, оккупировали точку B. Сделали три минуса. Дэвид Пислаки остаются вдвоем. Причем один со снайперской винтовкой весьма немобилен. Тем более после промаха уже должен менять свое местоположение. И, в принципе, должны команды ранг уходить на своих девайсов. А там 14 для LDLC уже. Да, и после этого у них остается действительно, знаешь, один шанс на ошибку. Почему один? Потому что уже 15-й будет у LDLC, если вдруг проигрывают ранг. И потом ошибиться им просто невозможно. Еще и Дэвид Пи погибает. Но только лишь Лаки, по-моему, на данный момент остается снайперской винтовкой. Причем знает о нем Толну, судя по всему. Ой, промах, промах. Пытается подстрелить дальше, но соперник в итоге с трейфами с ним играется. И минус лайк. Вообще, если бы два девайса засейвили, если честно, я думаю, что там был бы какой-то бай. Ну, а сейчас, думаешь, не будет? Там очень-очень все хорошо. Там замечательно у команды ранг. А, ну да. Все, все здорово. Опять-таки, у нас хаджи с ВП или он просто купил? Неужели поменяться? Оу, поменяли с девайсами. Вот это заготовочка. Обрати внимание, у LDLC у Толну появляется снайперский девайс в этом раунде. Ну, он, честно, его заработал, отобрав, так сказать, у Лаки. Это трофейный. Трофейный АВП. Ну да, пусть будет АВП. Трофейный АВП. Ну и дальше. Быстро прошел улицу. Пока что сольно. Просто чтобы быть занозой. Никто его, по-моему, не услышал. Посмотри, местоположение всех игроков. Даже через X-Ray видно, что они находятся на ярус выше. Или Шаманек сейчас по таймингу стягивается, открыв дверь. И вроде как пытается пройти сейчас товарищ Алекс. Но, по-моему, его уже должны контролить, если честно. Боже мой, он сейчас зайдет в рапу спид. Ну да, как так его не контролят. В итоге минус по Аманеку. Хаджи забирает маньяка. Но при этом игрок на вилке, по которому была информация, промахивается там Алекс. И в итоге Хаджи наказывает и его. 4 в 3 ситуация на карте. Забрали только что Лаки. В итоге 3 в 3. Минус также от Хаджи уже 3 полкил в его исполнении. И Тойноу с Мисту остаются вдвоем против троих. Посмотрим, как они будут разыгрывать этот раунд дальше. Но, к сожалению, хэтшот по Мисту Тойноу последний снайперская винтовка остается в живых. Ну, почти никак. Они него не разыграли. Растает, так сказать, раунд. Очень все здорово придумали игроки команды LDLC. Открытие Тойноу. Дэвид Пи справляется 11-14. И вроде эко от команды LDLC, если я не ошибаюсь по экономической ситуации. Решение с 4 девайсами и с 1 пистолетом у маньяка. Или же все-таки... Да, может привести к тому, что счет сравняется. И вот отличная работа от Хаджи была. Его вообще нельзя критиковать в прошлом раунде. Он сделал все правильно. Забрал игрока на радио. Потом тут же переключился на вилку, на Алекса, который прошел в точку B1. Просто вот взрыв мозга. Ну, это было, конечно, очень-очень весело. Да, бай от LDLC. С P250 играет маньяк. И... Ну, тут раунд за два фактически для LDLC. Вот, если честно, я вот не могу до конца сказать, кто выиграет эту карту. Потому что, ну, что-то положение весьма шатко. Что у одной, что у другой команды. По деньгам, кстати, у Ranks не все так хорошо. У кого-то там будет не слишком много денег в случае проигрыша в раунде. Слушай, Алекса опять пропустили по улице? Бог-то мой. Ну, ну, нельзя так относиться к улице. Знаешь, зачем... Чем не... Боже, что мой, его еще и контролят в вентилях. Получает он дэмэдж. 68 хп у него остается. Вот если бы вентиляция была сломана, возможно, бы Алекс бы здесь погиб. Но нет, Алекс в итоге просачивается. Зажим рампы. Теперь Амонек. Здесь пацаник делает два отличных минуса. Только потом маньяк его здесь закрывает. Но Хайджи с 5-7-ом. Ты два минуса оформляет. Последний Алекс с живых. Остается один в три с бомбой за плечами. 50 секунд до конца раунда. Но его местоположение игроки команды защиты знают. И будут пытаться... Ну, хотя бы не дать им поставить бомбу. Но его закрывают на вилке по итогу. И вот 12-14. Ну что, мы ожидаем, когда сейчас свой экономический разыграет команда LDLC. Но вот предыдущие два раунда были сыграны, конечно, мастерски. А вот Алекс дважды прошел на плент B. Это, конечно, здорово. Всем любви. Мне нравится такой твиттер. Псики. Но это лучше, чем последний скрин, который мне прислали про Dead Space и про Сталкера. Ну, ладно. 27-й раунд. Пистолет на руках у LDLC. Без какого-либо армора будут играть они раунд. Но, в принципе, мы сегодня видели, что с глоками они уже смогли дать три минуса и поставить бомбу. Но пока что... Они просто поставили бомбу, но не делали ни одного минуса. Отличная работа от команды LDLC. Просто пять. Господи, какой пять? Десять из десяти. Бог мой. Я еще, знаешь, я не удивлюсь, если это Алекс был сейчас. А кто еще это мог вообще быть из команды... Даже не LDLC, а LDLC. Мне кажется, у Ranks явные проблемы с контролем. Эта позиция возможна в том, чтобы отправить игрока хотя бы на лестницу как минимум одного, чтобы он контролил это. Потому что это совсем грязь. Три раунда к ряду игрок просачивается. Вы даете поставить бомбу, вы даете ему делать минусы. Но нужно уже с этим что-то решать, как-то это фиксить. Обалдеть. Ди АВП. Вот может быть это будет каким-то фиксом от команды? Вроде на улице есть уже Аманек. И контролить с Эмкой улицу. Нет, он бежит за красный. По-моему, его Алекс уже увидел. И Аманек как-то интересно занял эту позицию. Он решил пробежаться по улице и встать в андерграунде. Если бы там был бы закид флешками, то я думаю, Аманек бы там пострадал довольно-таки быстро. Но тайминг благо сыграл свою роль. Аманек смог уйти без какого-либо дамага, полученного от своих соперников. И в итоге 30 секунд спустя, 40 секунд спустя начало раунда без единого контакта на карте. Ну, хотя бы Алекс уже не в Б. Вот это радует. Потому что на таких таймингах он бы успел уже и плент поставить, и все, что угодно могло произойти. Открываются дверки, точнее выбиваются они скорее, и полетел небольшой раз. Я, кстати, в прошлом раунде хотел это отметить. То, что LDLC ни разу не выбивали дверь. То есть, когда ты выбиваешь дверь, ты заставляешь противника смотреть на одну позицию больше на точке А. И при этом, ну, это немножко сложнее стороны команды защиты контролить все. А вот, ну, все раунды до этого, дверь не была сломана, ну, она там просто щель какая-то прострельная была, и все. По экзистензу попали прострелом, но Аманека играет вдвоем сразу, но тут лишь размен. Алекс погибает, погибает за Алексом и Аманек. Экзистенз, кажется, видел спину справа, нет, не заметил. Лаки заберет сейчас с кэшной хаджи, но здесь выпад от Лаки в ответ. И это 3 в 3, все, еще равное количество игроков на карте. Дэвид Пи, Дэвид Пи увидел скрип, но получает в голову от Мистова. В итоге есть минус от Давиду Вика с АВП, Лаки с девятки, и вместе со своим тиммейтом все-таки хоронит команду LDLC. 14-14, друзья мои, это временная ничья, и там с деньгами не все-то хорошо. Возможно, мы увидим допы. Возможно, мы увидим победу команды ранг S, так называемых андердогов в этой встрече. Ведь уже сравнялись они на чужом пике. И 29-й раунд прямо сейчас. Форс от LDLC. О-о-о, мне кажется, до добра это может мне довести. Ладно бы я понял теки с арморами, в принципе, что баи они в следующем раунде себе обеспечат. Но теперь они делают форсы, там еще попытка будет пройти через улицу, есть дэмэш по Аликсу, то и ноу... Про Аликса мог бы вообще не говорить. Понятно, что он просто паровоз в этой ситуации. Он всегда летит первый. И вроде бы выход под базу B здесь никого... Вот что происходит, я не понимаю с ранг S, что у них с точкой B? Почему здесь совершенно никого никогда не оказывается? В итоге LDLC занимает эту позицию и без единого минуса смогли, собственно, поставить бом. Хотя Хаджи включается, забирает то и ноу, забирает, по идее, и второго игрока. Получается и это сделать. В итоге прострелы дальше, минус по Аликсу. И, в принципе, раунд за рангсами. LDLC похоронены. Матч-поинт для команды рангс. Такого не ожидали, пожалуй, 67% игроков, которые поставили на ksysport.com. Такого не ожидали, наверное, даже и мы, и весь наш став, который находится прямо сейчас в студии, о том, что команда рангс на чужом пике сумеет забрать 15 раундов. Реально, сейчас могут быть либо дополнительные раунды, либо же победы рангс со счетом 2-0. И это не быстрый выход на плентах. Мне кажется, в рангс вообще никто не верит. То есть матчи с Fnatic Academy фаворитами были Fnatic Academy. Матчи с LDLC также фавориты являются противники французов. И пока что на секшн по точке А. Есть какие-то размены. Existence, правда, оформляет дабл. И точка А вскрыта. И тут, ну, есть намеки легкие такие на 15-15, но все не до конца еще понятно, потому что бомба, я не понимаю, находится где. Бог его знает, где она сейчас находится. Непонятно из-за этой многоярусности. Поставили в А. Все, есть хотя бы что-то ясное в этой ситуации. Ретейк 3 в 4, надо делать. Но вот на допах, мне кажется, рангс не справится, потому что с экономикой, если у LDLC все будет хорошо, парни крайне вероятно будут выигрывать. Existence закрывает Аманека. Это допы 15-15, вторая карта. Благо, допы проходят по 16 тысяч, выдается каждому игроку. И за три раунда за каждую сторону отыгрывают команды. Ты относишься к тому, что в этих MR3 по 16 тысяч на руки выдается. Я резко положительно к этому отношусь. То есть тебе не нравится, когда два раунда команда берет и следующий... Конечно, это отвратительно. Мне кажется, это справедливо. Вообще ничего справедливого. Блин, ты 30 раундов думал об экономике, ты думал о стратегии поведения, о тактике, о прочем. Вот тебе девайсы, вот вам одинаковые условия на защиту и на атаку, и вот пытайтесь доказать. Потому что толковых баев сколько у вас за эти 15 раундов было? Ну, баев там сколько? 10 вы отыграли, наверное. Ну, зато так ты можешь доказать, что ты доминант, ты самец, понимаешь? Ты два раунда выигрываешь и добиваешь противника на третьем, и тебе всего лишь один остается взять, чтобы выиграть эту встречу. Мне не нравится. Мне это не нравится так же, как и этот пережиток прошлого, как ножи, которые постоянно режутся. Вообще просто сколько можно? Ты хочешь, чтобы монетку все время подкидывали? Я не знаю, что, что, что? Тебе не нравятся ножи? Что ты мне с ножей? Соперник пикает карту. Ну. Значит, противник играет за сильную сторону. Выбирает сторону, конечно. Как в футболе практически. Весь цивилизованный мир так делает. Да, а тут все еще режутся. Такими темпами тут будут закупаться, короче, камнями и копьями с каменным наконечником. Ну, не знаю, лично мне вот это не нравится, а вот 16 тысяч на MR3 самое то, прогрессивные дела, все такое. Мне кажется, у ранг-эс вообще проблемы в атаке будут 100%, если честно. Безусловно. Им надо в защите хотя бы двоечку, но вот 100% забирать. Мне кажется, им в защите надо хотя бы троечку забирать. Я боюсь. Причем там двойка все не обойдется, крайне вероятно. Ну, так еще мы несколько допов здесь можем увидеть перед тем, как ранг-эс проиграет. Например, 48-48. Почему бы нет? Когда MR5 была система, это вообще же. Но в MR5 я замечу, что меньше было количество доп сыгранного вообще в сумме как бы. То есть, если здесь, может, там три раза ты за одну, три раза в другую сторону сыграешь, то на MR5, то, в принципе, достаточно вообще одних доп. То есть, там раунды довольно-таки... То есть, они более показательные вот эти MR5. Ну, да, да. Но играет действительно много, но при этом есть шанс того, что вы просто на первых допах все закончите. Ну, может быть, может быть. Но все-таки у нас долго достаточно пауза идет, и вроде бы одна команда уже готова. Замечательно. 15-15. Все равно очень хороший итог для команды ранг-эс. Опять-таки, да, никто не ждал. Да, очень интересно. Ну, что ж, посмотрим. MR3 16 тысяч. Как распорядятся своей экономикой? Я надеюсь, плетки не будет здесь. Я просто пальцы скрещу на всякий случай. Почему? Потому что плетка на кэше никаким образом не окупилась дважды. Начнем с этого. Она даже минус и дамаж... Дамаж, все уже. Немножко поплыл. Дамагу никакого не нанесла своему сопернику. И, в принципе, здесь я склонюсь к тому, что приблизительно такой же результат и будет, если ее купят. Живем-увидим, пока мы не увидели ни одной плетки. Маньяк. На Нике. Дэвид Пи. На Нике не увидели плетки. На кэше она была? Да, на кэше была. На нюке нет. Пока все достаточно стандартно. Это ты выдохнул сейчас? Нет. Это кто-то другой, значит, выдохнул, что нет плетки. Ладно, хорошо, посмотрим. И опять позиционочка от LDLC. Хорошо, 30 раундов отыграли. Идем на допы. А если все пойдет не так, как надо, то еще и карту Детрейн мы с вами обязательно пронаблюдаем. Улицу уже заняли Толуну. Хороший опен. Пол Лаки. И уже один игрок команды защиты без головы пытается что-то сделать маньяк, но безуспешно. Ну, можно его сейчас, наверное, пробовать забрать как раз-таки через радио. На радио, ну, да, не получится. Ой-ой-ой, какой шедевральный хэдшот от Миста. Вот подорвали скрип, контроль. Дэвидовик вынужден был стянуться туда, и в итоге его здесь соперник ждал. В итоге уже втроем остаются французы. Хаджи также 40 хп. Это, ну, не так много. И, в принципе, здесь его, по сути, должны дожимать массой. Но он на вилке не сдается. И, более того, маньяку оставилось всего лишь 22 хп. Летит флешка. Минус под Дэвид Пи. Молотов сюда. И, в итоге, просто LDLC разворачивается свой атак под точку А. Хаджи последний 1 в 5. Есть минус по маньяку. Но, ну, 1 в 5, как бы. 1 в 4. Все. 0 в 4. Да, 16-е зарабатывают игроки команды LDLC. Я вот, знаешь, заметил две проблемы есть. У одной и другой команды. У RunCass это то, что у них нет контроля точки B через улицу. То есть, постоянно какой-то игрок просачивается. А, кстати говоря, и проблема из-за защиты, и за атаку RunCass. То есть, у LDLC, по сути, изъянов-то маловато. То, что RunCass, у них вариативность атаки весьма маленькая. И то, что они в защите пропускают игрока на точку B. В принципе, LDLC должны забирать эти допы. Но, сегодня нас ждет долгий вечер Counter-Strike в таком случае. Не исключаю такой возможности вообще. И здесь, смотри, как нагло работает Толнул. Без раскидки, безо всего. Причем, у него в руках снайперская винтовка. И за спиной бомба. И он идет первым. Ничего не боится. Занимает ангар. Мне уже, кажется, сбирает игрока защиту, но он, Экзистенс, простите, не заметил своего соперника. Там ангарик кто-то был? Да, Дэвид Пи. Вот, кстати, SCAR-20. Вот его реализация. В принципе, такая же, как в двух раундах на карте D-Cash. Что ж, тут грозятся взять... Ну, да. Тут грозятся взять 17 уже команды LDLC. И РНКС, если не возьмут два раунда за защиту минимум, там, по всей видимости... Дэд Рейн. Да. Там Дэд Рейн. Оу, ну что, Манек, получишь ли ты еще трипл килл для себя? Сделаешь ли квадро? Пока есть для этого все заготовки. С маньяком постреляться. С еще лоу-хитовым игроком. Но все-таки он не терминатор. 15-17. Последний раунд первой половины первой пачки дополнительных раундов. Я уже чувствую, знаешь, как пригорает у людей, которые ставили на команду LDLC. Потому что вроде как РНКС свой пик забрали, но теперь счет приблизительно равный. Если сейчас допы еще и проигрывают LDLC, то 2-0. Но ведь ничего еще не ясно, какой итог будет на третьей карте. Здесь все-таки РНКС, они как-то, знаешь, ну не знаю. Слабее чуть-чуть. Конечно, на кэше, о господи, на кэше, на нюхе, мне кажется, они, конечно, слабее, чем LDLC. Но каким-то чудом умудрились 15 раундов все-таки забрать. Но, мне кажется, очень много рандома в этом противостоянии. На этой карте особенно. Мне на кэше казалось, что слишком много всех таких вещей. Но так или иначе. Давидовик, тем временем, у нас подгорел возле скрипа. 31 хп у него осталось. Правда, тайного без внимания тоже не осталось. Со стороны своих соперников у него осталось 50 хп. Есть минус по Давид Пи в будке. Ситуация уже, кстати говоря, и минус по лаке от Алекса. Перед этим, после этого, вернее, было сделано. 3 в 5 на карте. Давидовик, 301 хп. Ввиду подгоревших ног в начале раунда. И теперь сложно довольно-таки угадать ранг с, куда же будет направлена вся атака. Потому что пятеро игроков в атаке в живых. И, ну, будет очень сложно встречать их всех. Тем более, Давидовик сейчас падает. Хайджи поджим радио. Заметил своего соперника. Но это дает информацию тиммейтам. Тиммейтам. Тиммейтам пока живет и даже здравствует. Зарабатывает два минуса. И чисто теоретически, если все пойдет здорово для команды ранг с, может быть, хотя бы один раунд они забирают. И... Нет. 15-18. Мэппоинт для LDLC. Такого еще не было. Такого мы еще не видели. Ну, почему же видели? Но верить в камбэк от ранг с за атаку, это, по-моему... Я не верю в то, что там будет три раунда. Нет. Если они, конечно, сейчас резко поменяют свой стиль атаки, но в это верится маловато. Потому что раскида под точку А, во-первых, не было. Представляешь себе такой жесткий развод? Вот ты на протяжении 15 раундов показываешь выход через улицу, а на допах ты рашишь плент А, короче, через скрипы, через... Ну, там одного раунда, на самом деле, достаточно, чтобы это исполнить. Ну, второй раунд уже не проканает, если честно. Ну, тогда еще есть рампы, которые никогда не были использованы. Ты что, там, в принципе-то... Можно себя попробовать как-то реализовать более эффективно? Рамп с, вообще, если честно, смотрится довольно-таки неуверенно в атаке. Вообще, в принципе, практически на любой карте против Fnatic Academy. Они смогли их вскрыть за счет того, что на карте TheCash, на пике противника... Ну, оверпас не будем брать в расчет. Они просто вскрывали центр. Fnatic вообще его не забирали. То есть, трое игроков А, двое игроков Б и все. То есть, ранг-эс занимали центр и, в принципе, от него как-то отыгрывали. А вот с LDLC ситуация была посложнее, потому что там центр контролился. И в течение времени у нас ранг-эс в атаке оформляет entry-frag по той-ноу. Я практически не верю своим глазам, потому что это не улица. Это не улица, и Аманек жив, выбили дверь. Игроки из Франции, может быть, даже поборются здесь за вторую партию дополнительных раундов. Им понадобилось 20 раундов, чтобы начать выбивать двери наконец-то. Я рад, если честно, что что-то изменилось. Возможно, и атак сейчас ранг-эс изменится, потому что вроде как они готовятся выйти в точку А. Проблема в том, что там на улице вроде кидали смоки, но они уже рассеялись. Ой-ой-ой, да ладно! Новая эра наступает в команде ранг-эс. Уже двоих игроков на защиту забрали. На Бэ Аманек никого нет. Пытается прострелить у нас позицию вахтера. Идет в офис. Минус стэк-найна. В живых мисс, в живых экзистенс. А что такое происходит-то, боже ж-то мой! Всего лишь хайдж один погиб по итогу раунда. Что сделали ранг-эс вообще? Как они подготовлены... Эта тактика работает, когда вы показываете одни и те же раунды в атаке на основных раундах, и теперь на допах показываете сюрпризы свои. Да, это вообще законно. Причем я бы сказал, что свезло, потому что по точке А минуса удались. То есть минус сделан был из-за скрипа со снайперской винтовки и минус из будки. То есть если бы этих минусов не было, чисто теоретически перетяжки на точку А бы не последовало. Потому что точка Б в свою очередь казалась пустой. И слишком поздно ЛДЛС поняли, что это выход именно под базу Б. Не исключаю. Но что, улица? Улица от команды рангс. Или нас подразнят с чем-то другим? Но там контроль, по-моему, всего лишь. Да-да-да, действительно, там работали лишь только ДВ-дувок. И маловато для ранг-эс. Теряют парни Дэвида Пи. Остаются в меньшинстве. Хаджи все еще контролит радио. И очень-очень мало. И нет здоровья у ДВ-дувока. Ой-ой-ой-ой. На улице лучше так не шутить. Выход на рампы. Хаджи. Слышал, что что-то кидают. На всякий случай отвернулся. Погибает Атолну. Размен от Лаки. Три в четыре. Постепенно, постепенно, шаг за шагом. Команда ранг-эс теряет единицы здоровья и живых людей. На вилку, по-моему, слышат маньяк, если не ошибаюсь. Не уверен, если честно. Но, во всяком случае, Лаки 16 хп. 21 на ДВ-дувы. Команда-клининский фуловый. Но он с АВП. И вроде бы, да, маньяк слышит, как скопится его соперник. Там игрок, по-моему, в девятку крадется, если не ошибаюсь. Это ДВ-дувы. Маньяк.